Вы хотите научиться делать такие выезжающие полосы? Тогда смотрите это видео! Погнали! Всем привет, друзья! С вами Алекс и я надеюсь вам понравилось то превью, которое я только что для вас сделал. И поэтому прямо сейчас я предлагаю подписаться на мой канал, поставить лайк для того, чтобы поддержать это видео. Ну, а я продолжаю. Так, ты точно поставил или поставил лайк? Или в крайнем случае поставь дизлайк, чтобы я понял, что тебе это видео не понравилось. Я буду показывать, как сделать эти выезжающие полосы в программе DaVinci Resolve. Я буду показывать, как сделать эти выезжающие полосы в программе DaVinci Resolve. Если ты пользуешься какой-то другой программой, то что тебе мешает использовать программу DaVinci просто для того, чтобы сделать эти выезжающие полосы то, как я тебе покажу? Либо по такому же алгоритму разобраться, как это делать в вашей монтажной программе. Например, это Premiere, Final Cut или что-то другое. Я притащил стол и можно начинать. Переходим в компьютер. Так, мы внутри программы DaVinci Resolve. Как видите, сейчас здесь нет никаких полос. Я вам покажу несколько вариантов, как можно это сделать. А вы выберите тот, который вам больше всего подойдет. Начинаем с первого способа. Он самый простой, самый быстрый, но в нем есть свои недостатки. Итак, нажимаем на инспектор. Выбрали клип, нажимаем на инспектор. И здесь есть вот такая вот позиция, если спуститься немножко ниже. Кропинг. Вот этот вот crop top, crop bottom, это и будут наши вот черные полосы. Так, что-то сильно много. Пам. Пам. Что-то такое. Вот. Вот так вот. Итак, для того, чтобы сделать их выезжающими, нужно для начала понять, откуда вы хотите, чтобы они выезжали. Например, я хочу, чтобы они отсюда начинались. Вот. Я здесь ставлю возле crop top, crop bottom, включая keyframe. Больше я ничего не делал, я просто нажал. Потом я хочу задать точку, в которой они уже должны быть. Вот. Примерно до сюда. И здесь уже ставлю сто тридцать один с половиной. Вот. И получается, смотрите. Пам. Вот они начали выезжать. Нажимаете вот сюда вот. 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 И видно, откуда они начинаются. Отсюда. И вот здесь они заканчиваются. Ну, то есть, видите, они как-то очень медленно едут. Вот. Они... Хочется, чтобы они быстрее. Просто нужно вот эту вот точечку, keyframe, передвинуться поближе. И получится вот так вот. Бам. Выехали. Можно еще быстрее сделать. Пам. Это вот первый способ. И если вы хотите убрать их, например, в конце какого-то кусочка видео, смотрите, что надо сделать. Нужно перейти, скажем так, в конец видео, откуда вы будете убирать. Например, вы понимаете, что отсюда уже хотите, чтобы они разъезжались. Опять ставите вот эти вот keyframes. Передвигаете до момента, где вы хотите, чтобы уже не было. И ставите просто ноль. Здесь ноль. Здесь ноль. Все. И получается, вот, начиная отсюда, то есть, начиная отсюда и досюда, они будут уезжать. Пам. Вот. Это классный способ. Это быстрый способ. Их поставить, если вы не планируете делать дальше некую цветокоррекцию. Если вы, например, собираетесь делать какую-то цветокоррекцию, то минус этого способа, то, что вот эти ваши полосы, они тоже покрасятся. Сейчас покажу вам второй вариант. Он немножко более сложный, но он более такой рабочий. Я его каждый раз использую, потому что я постоянно крашу свои видео, пользуюсь инструментом цветокоррекции. Он делался в DaVinci на вкладке Color. Как сделать тут? То есть, мы перешли на вкладку Color. И... Пам-пам-пам-пам. Так, смотрите, здесь нужно выбрать на этой галочке Output Sizing. Output Sizing означает, что вот эта цветокоррекция, вот эти полосы, они будут накладываться на уже готовый материал. После всех цветокоррекций, после всех изменений, программа наложит вот эти полосы. То есть, даже если вы будете делать цветокоррекцию, эти полосы не покрасятся. Вот у вас может быть включена вот такая Waveform. Надо нажать на Keyframes. Вот есть такой ползунок по всему видео. Видите, вот эта вот полоса, она двигается одновременно с вот этой. Поэтому здесь можете выбрать, откуда вы хотите, чтобы они начинались. И включаете Sizing. Вы включили, но здесь нужно подвигать ползунок. Вот это вот Output Sizing, Blanking. Top, верхняя. И... Bottom, нижняя. Единственное здесь, что... Так, это первая точка, откуда вы хотите начинать. Она должна быть на нуле. Вы же не хотите, чтобы она начиналась сразу вот так вот, да? Потому что это не прикольно. Первая точка, она должна быть на нуле. Здесь было 1080. Вот. Вы подвигали чуть, но потом вернулись... Должны вернуться на ноль. То есть, смотрите, еще раз я удалю их сейчас. Вот. Надо на первой точке просто чуть-чуть подвигать их. Бац, видите, появились. Все. И потом ставите на ноль. Потом смотрите, докуда вы хотите, чтобы эти полосы выезжали. И, например, вот досюда, да? Вот оно немножко прошло. И вы ставите здесь. 131,5. Еще раз. Такая общепринятая. Ботом. Так, и здесь 1080. Надо отнять... Надо отнять... 1080. Минус... 131,5. Получается 948,5. Так что ставим здесь 948,5. И появились сеть полосок. Вот. И теперь смотрите, самое главное потом это не забыть это выключить, потому что оно будет включено для всех ваших клипов, которые у вас есть. Так что смотрите, например, вот дорожка идет. И вы понимаете, что вот начиная отсюда, вы хотите, чтобы они уже у вас, скажем так, уезжали. Опять же, уже у вас включена keyframe, но надо поставить точку. Например, здесь 131,5. Чуть подвинули, она создала. Но вам надо вернуть это на 131,5. Потому что это будет изначальная точка. Вот. Немножко включаете. Play. И потом здесь уже можно поставить 0. А здесь 10 на 80. И получится, что... Вот. И даже если я сейчас в... Сайзинге, да... Применю какие-то коррекции. То, видите, сами полосы... Сами полосы, они не покрасились никак. Все, я это удаляю. Возвращаемся на output sizing. Ну что ж, я надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. Всегда знайте, когда вы их используете и для чего вы их используете. Не нужно вставлять эти выезжающие полосы в середине разговорного видео, потому что в этом нет просто никакого смысла, да? Да, вот смотрите, вот эти штуки, они могут просто раздражать вашего здоровья. Вот. Обязательно напишите в комментариях, насколько было понятно для вас видео. Применили ли вы что-то в своих видео? Что у вас получилось? Может быть, что-то не получилось? Обязательно напишите в комментариях. Я постараюсь на это ответить. И на канале уже 16 подписчиков. Давайте сделаем 20. Я на самом деле не ставлю себе больших целей. Я уже рад, что у меня 16 человек. 16 человек, которые нажали на кнопку подписаться. Подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка в описании. И увидимся в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok